Анастасия Дороган 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 В каких источниках указана неверная дата, а в каких верная 1739 год? А что вы понимаете, под неверной дата или верной? Дело в том, что надо начинать, если мы говорим об основании Барнаула, надо начинать с работы Юрия Сергеевича Булыгина. Юрий Сергеевич Булыгин — это известный барнаульский сибирский историк, который всю жизнь занимался историей населенных пунктов XVIII века на территории нашего края. А дело все в том, что история города начиналась же с деревень. Это понятно. Первыми жителями были крестьяне. И первые избы, которые появились на территории Барнаула, это были крестьянские жилища. А извините, если ближе к дате, то? И вот мы подходим к дате. Дело в том, что на реке Барнаул, когда возникает деревня, ну как она будет называться? Она будет называться Барнаульская. Если возникает вторая деревня на реке Барнаул, то как будет называться деревня? Она тоже будет называться Барнаульская. И третья тоже Барнаульская. И потом, чтобы их как-то разделить, добавляют какие-то приставочки. Вот у нас на речке Барнаул возникла Барнаульская, Деминовская деревня. потом Усть-Барнаульская, в Усть-Барнаула, потом Верх-Барнаульская. И фокус весь в том, что первая, самая ранняя деревня, Демидовская, она же возникла очень далеко от Аби, на территории современного Топчихинского района. Это от города километров 80. И какой это год? Это примерно 730-й, да. Но это та деревня, которая совсем далеко от Барнаула. А на территории города возникла Усть-Барнаульская. И в результате потом все сведения о Барнаульской-Демидовской стали проецировать, понимаете, на то место, где сейчас наш город. А Усть-Барнаульская оказалась в тени. А по вашему мнению, стоит ли сейчас вернуть историческую правду? Ведь с нынешним возрастом барнаульцы живут не один десяток лет. Мы же говорим о другом. О том, чтобы устав города привести в соответствие с тем, о чем уже давно пишут историки. И здесь надо отметить, что устав же города историк не может переписать. Устав города принимают депутаты. И это вопрос к депутатам. Вот считают ли они, что нужно устав города привести в соответствие с тем, что сейчас уже давно известно историкам. И бесспорно. Есть история, написанная историками, и история административна. Понимаете? История, написанная администраторами городскими. Вот такая ситуация, раздвоение вот этих двух историй, по-моему, в Сибири только в Барнауле. Во всяком случае, это наш бренд, и, к сожалению, становится уже туристическим брендом города. То есть люди читают книжки, они же не устав читают. Вот депутатам-то надо понимать, что устав мало кто читает. Читают книги. И когда они в книгах читают везде 739-й, да, а потом идут и на решетках видят 730-й, то это улыбка, да, вот. Но и это бренд, это вот появляется уже бренд, какой-то нехороший. Он мне не нравится. Но это факт. Спасибо большое за беседу, Вадим Борисович. А я напомню, мы говорили с научным сотрудником лаборатории исторического краеведения Алтайского педагогического университета Вадимом Бородаевым. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok